Детский смех и счастливые лица родителей. В День защиты детей детская специализированная психоневрологическая больница номер 2 для своих маленьких пациентов устроила настоящий праздник. С ними пели и танцевали аниматоры. Можно было сделать фотографию на память с мягким и пушистым белым медведем. Дети сами с удовольствием прочитали стихи и сыграли на флете для врачей. Ведь в этот день больница отметила свое день рождения. Она распахнула двери для своих первых пациентов 32 года назад. На сегодняшний день показаниями госпитализации основными являются все нарушения ментального здоровья у детей, такие как детский ранний аутизм, другие расстройства аутистического спектра, это нарушения школьных навыков, трудности в обучении, нарушения памяти, сна, это различные неврозы у детей, конечно же это детский церебральный паралич и другие двигательные нарушения. В больнице кроме коек-стационара есть дневной стационар. Здесь он особенный, напоминает группу детского сада. И у него соответствующий режим. Утром дети приходят, далее у них завтрак, процедуры, занятия. После обеда игр, дневной сон, а вечером их забирают родители. Дети таким образом лучше адаптируются и им легче перенести необходимое лечение. Родителям тоже удобно, они не прерывают свою трудовую деятельность в то время, когда их детям оказывают медицинскую помощь. Ну тоже нам врачи посоветовали в этот восстановительный центр, но я ее и знаю уже, какой он, с какой положительной стороны. Да, и мы водим своего внука теперь сюда на лечение. Им очень нравится здесь, он с удовольствием ходит. Спасибо докторам, все хорошо. В больнице есть медикаментозное лечение, физиотерапевтические процедуры, массаж, ЛФК, занятия эрготерапией с инструктором-методистом. Кроме того, здесь можно получить консультации врача-невролога, психиатров, физиотерапевта, ортопеда, педиатра, клинических психологов и логопедов. Большинство специалистов работают в больнице более 25 лет, а некоторые с самого открытия. Я работаю в нашей больнице практически с момента ее основания. Поэтому моя карьера логопеда строилась вместе с развитием нашей больницы. Меня всегда окружали высокопрофессиональные, любящие свое дело коллеги. Больница является областной и обслуживает детей Ленинского, Железнодорожного, Засвиярского районов города, а также из 17 сельских районов, расположенных на правом берегу Волги. Чтобы попасть сюда на лечение, достаточно получить направление от невролога в поликлинике по месту жительства.